Подробнее о том, как обстоят дела на рынке труда в Северной Осетии, мы поговорим с председателем Комитета Республики по занятости населения Альбиной Плаевой. Альбина Анатольевна, добрый вечер. Здравствуйте. И первый вопрос, как обстоят дела у нас в Республике с безработицей, цифры, какие-то данные? Владимир Владимирович совершенно четко расставил все акценты. И, безусловно, рынок труда – это, наверное, один из тех важнейших индикаторов социально-экономического положения, о которых очень точно можно судить в размере бедствия, влияния на жителей нашей страны. И могу сказать, что наша республика, конечно, она и в допандемийный период была в несколько худшем положении, чем в среднем субъекты Российской Федерации. Могу сказать, что мы всегда в числе всех республик Северокавказского федерального округа были отнесены к субъектам с высокой напряженностью на рынке труда. И на сегодняшний день эта тенденция сохраняется, но, тем не менее, если сравнивать показатели с прошлым годом, они значительно улучшились. Мы вступали в пандемию с уровнем безработных, зафиксированных на 1 января 2019 года, в размере около 5,5 тысяч. Это точно, если говорить, 5 тысяч 366 человек состояло на учете. И в пик пандемии это было уже 27 с лишним тысяч человек. То есть рост произошел практически в 5,5 раз. На этот год, вернее, в этот год мы зашли с численностью 19 тысяч 404 человека. Это было уже порядком ниже, чем в пик. И на сегодняшний день, вернее, на 1 июля, могу с уверенностью сказать, что это уже ниже 13 тысяч, 12 тысяч 900 человек. И на сегодняшний день это значительно ниже, чем в пик на 30 октября 2020 года. Поэтому тенденция положительно определенная есть. Мы серьезно работаем над тем, чтобы показатели выровнялись окончательно, и все поручения Владимира Владимировича были выполнены. Альбина Анатольевна, скажите, пожалуйста, прослышивается какая-то закономерность в возрасте людей, которые состоят на учете по безработице? Может быть, это люди более пожилого возраста или, наоборот, студенты, которые только закончили учиться? Ну, о студентах, как об очень активных наших клиентах мы сказать не можем. К сожалению, мы их зазываем в основном встать на учет. Мы проводим профориентационные встречи, рассказываем, как себя вести при первых поисках работы, как резюме правильно составить. И только после наших каких-то обращений они считают для себя необходимым к нам обратиться. А в основном это взрослые люди в активном трудоспособном возрасте от 22 до 46 лет. И, конечно, у нас очень активные предпенсионеры. Могу сказать, что они достаточно часто ищут работу, у них очень серьезные запросы, и мы активно стараемся их удовлетворить. Скажите, пожалуйста, какая там материальная помощь оказывается людям, которые состоят на учете? Сейчас все в рамках обычного естественного состояния экономики. Минимальное пособие составляет 1500 рублей, срок его выплаты 3 месяца. Максимальный размер пособия 12 130 рублей. И он положен только тем людям, которые только уволились с последнего места работы, могут подтвердить, что они получали заработную плату. И пособие исчисляется в расчете на эту заработную плату. И на сегодняшний день, к сожалению, никаких дополнительных мер поддержки, которым наши жители были причастны в прошлом году, к сожалению, ничего такого нет. Потому что на сегодняшний день большая часть предприятий разбой работает в стандартном режиме. У нас нет локдаунов, у нас нет закрытых предприятий. И поэтому правительство посчитало, что на сегодняшний день такие меры будут избыточными. Вы имеете в виду тоже финансовая какая-то помощь? Совершенно верно. Это было повышенное пособие в прошлом году. Оно было в три раза выше, чем сейчас минимальное, 4,5 тысячи для длительно неработающих граждан. И было очень много категорий людей, которые получали дополнительные доплаты к пособию на своих несовершеннолетних детей. Скажите, пожалуйста, проводится какая-то работа, помимо финансовой помощи, я имею в виду, допустим, организуются какие-то курсы, может быть, переквалификации для людей, которые не могут найти работу в той сфере, где они получили образование. Мне как раз очень хотелось рассказать о том, что очень много таких сейчас мер, и мне бы хотелось, чтобы жители нашей республики сейчас меня услышали. Это, наверное, сейчас очень такой интересный момент развития экономики, когда каждый работодатель в момент приема человека на работу должен обязательно поинтересоваться, кто этот человек. Помимо того, что он его устраивает профессионально, он, скорее всего, оценил его деловые качества и поэтому хочет видеть в своем коллективе. Тем не менее, при оформлении появилось очень много таких нюансов, которые позволяют получить дополнительные бонусы как для людей, которые устраиваются на работу, так и для самих работодателей. В первую очередь, сами люди. У нас реализуется с этого года в пилоте программа борьбы с бедностью, и поэтому при выходе на работу малоимущего гражданина, ему дополнительно доплачивают, так скажем, социальную помощь в общей сумме порядка 42 тысяч. То есть до сегодняшнего дня малоимущие граждане просто выходили на работу и получали заработную плату, а сейчас у них есть возможность к этой заработной плате иметь доплату в размере 42 тысяч. Мне кажется, это очень интересно. Поэтому работодатель, принимая человека на работу, должен был спросить, а есть ли у него такой статус? Скажите, пожалуйста. Или можно ли отнести его к этой категории? А можно я еще вот буквально работодателю расскажу о том, что действует тоже возможность компенсации части выплаченной заработной платы для работодателей? То есть принимая на работу человека, если он относится к двум категориям, составил на учете по безработице на 1 января этого года, либо он выпускник и закончил в прошлом году образовательное учреждение. Вот принимая такого человека на работу через фонд социального страхования, есть возможность получить три выплаты по 12 792 рубля с отчислениями во внебюджетные фонды. Произойдет это в течение полугода, все вземозачеты произойдут с фондом социального страхования. То есть вы просто принимали человека на работу, а сейчас за это вам тоже будет предусмотрен вот такой некий бонус. То есть стать на учет по безработице сегодня очень даже выгодно? Это всегда было выгодно со всех сторон, особенно в части обучения. Мы всегда продвигали дополнительное профессиональное образование, переподготовку, приобретение новой профессии. И сейчас мы работаем в этом направлении как для безработных граждан, так и для специально выделенных категорий. Это старшее поколение, это женщины, находящиеся в декретном отпуске, готовящиеся выйти на работу. Поэтому да, для них все эти возможности сохранены. Пожалуйста, обращайтесь, постараемся решить эту проблему. Спасибо большое, Альбина Анатольевна. А я напомню, у нас в студии была председатель Комитета Республики по занятости населения Альбина Плаева.